Оперирует шохит. Полвека хирург спасает людей не только от рака. Сегодня ему 81 год. Кадры архивные. Из-за пандемии мужчина не оперировал два года. И за это время, говорит, стало не в моготу. Но коллеги берегли. В 8.15 я вхожу реанимацию, в 8.30 провожу рапорт. Эти два года мне дались очень тяжело. Я почти отступил от своего здоровья, потому что я не могу не работать. Сейчас такая ситуация, что много ошибок. Три, две, одна. Яков Нахманович из тех, кто боролся в 20 веке с невидимым врагом, которого нет ни для кого, как коронавируса. Радиация. С 1949 года в Семипалатинске, это Казахстан, проходили испытания ядерного, термоядерного и водородного оружия на границе Алтайского края. 468 взрывов в воздухе и под землей. Их суммарная мощность превышает в 2500 раз мощность бомбы, которую американцы сбросили на Хиросиму. Была команда министра обороны, чтобы подчиняться экономике. Отчитывались не в Москве, а отчитывались в Барнауле. 60 институтов Российской Федерации. В том числе научно-исследовательский институт и Министерство обороны. Была разработана федеральная программа. Алтайский край и районы, которые пострадали, смогли получить 15 миллиардов рублей. Исследования Шойхта создали систему лечения и буквально построили диагностические и онкологические центры. Там сегодня работают и ученики известного всему миру хирурга. 87 человек ставят кандидатами наук. А это докторам. За вклад в развитие медицины. Многолетний труд Яков Нахманович награжден орденом Александра Невского. Для профессора награда важна, как и его ученики. Сейчас он обеспокоен. Говорит, студентам нужна практика, а ее мало. Сам Шойхет в реанимации стоял уже на четвертом курсе. Анастасия Наборчикова, Дмитрий Денисов и Вадим Быстревский. День с толком.